Роберта Рождественского Роберт Иванович Рождественский Имя при рождении Роберт Станиславович Питкевич Советский поэт, поэт-песенник, переводчик Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР Родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Западно-Сибирского, ныне Алтайского края Отец Станислав Никодимович Питкевич По национальности поляк Сотрудник ОГПУ НКВД Развелся с матерью Роберта, когда тому было 5 лет Позже, с началом Великой Отечественной войны Отец Роберта был призван в ряды Красной Армии В звание лейтенанта командовал взводом 257-го отдельного саперного батальона 123-й стрелковой дивизии Погиб в бою 22 февраля 1945 года Захоронен в братской могиле на территории Латвии В 9 лет Роберт посвящает своему героически погибшему отцу Свой первый стих Матушка будущего поэта Вера Павловна В девичестве Федорова До начала Великой Отечественной войны Была директором сельской начальной школы И одновременно училась в медицинском институте С 1934 года Роберт живет с родителями и бабушкой в Омске С началом войны мать была тоже призвана на фронт С уходом матери на войну Роберт остается с бабушкой Надеждой Алексеевной Федоровой В апреле 1943 года бабушка умирает И мать приезжает ненадолго в отпуск, чтобы прописать в квартиру свою сестру И Роберт живет с тетей и двоюродной сестрой До 1944 года Тогда же юный Роберт поступает на учебу в военно-музыкальное училище Но будущему поэту удалось закончить лишь первый его курс Потом мать решает забрать сына к себе Оформив его как сына полка Однако по дороге в Москве изменяет свое решение И Роберт остается в городе Москва Попадает в Даниловский детский приемник В начале 1945 года Вера Павловна Выходит замуж за однополчанина офицера Ивана Ивановича Рождественского Роберт получает фамилию и отчество отчима Родители забирают его в Кенигсберг, где оба служат После победы они переезжают в Ленинград, а позже в Петрозаводск Где в 1950 году в журнале «На рубеже» появляются первые публикации взрослых стихов Роберта Рождественского В этом же году Роберт пробует поступить в Литературный институт имени Максима Горького Но неудачно и год учится на историко-филологическом отделении Петрозаводского государственного университета В 1951 году со второй попытки поэту удается поступить в Литературный институт Который он потом окончил в 1956 году Тогда же в 1951 году он переезжает в Москву и знакомится с Евгением Евтушенко Позже с Булатом Акуджавой и Андреем Вознесенским За время учебы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» и «Испытания» Напечатал поэму «Моя любовь» В 1955 году Роберт во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории Александром Флерковским С которым была создана первая песня поэта Рождественского «Твое окно» В 1956 году знакомится с однокусницей Аллой Киреевой Будущим литературным критиком, художником и его женой Большое место в творчестве поэта занимает любовная лирика Его герой целен, как и в других проявлениях своего характера Это вовсе не означает, что, вступая в зону чувства, он не испытывает драматических противоречий, конфликтов Напротив, все стихи Роберта Ивановича о любви наполнены тревожным сердечным движением Путь к любимой для поэта всегда непростой путь Это по существу поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья Путь к себе Стихотворение «Люблю тебя» Лишь тебя одну я искал повсюду Плыли в вышине звездные пути Я тебя искал, жил и верил в чудо Страшно, что тебя мог я не найти Ты в судьбе моей, как весенний ветер Ты в любви моей вечное тепло Хорошо, что мы встретились на свете Но не знаю я, за что мне повезло Я люблю тебя, смотри, восходит в небе солнце молодое Я люблю тебя, и даже небо стало вдруг еще просторней Я люблю тебя, тебе протягиваю сердце на ладони Я люблю тебя, я так люблю одну тебя Что для нас теперь громо-громыхание Что для нас теперь долгие года Ты моя мечта, ты мое дыхание Ты вся жизнь моя, песня навсегда Над землей любовь распахнула крылья Радостный рассвет трубы протрубили Это мы с тобой, мы любовь открыли И никто до нас на свете не любил Стихотворение «Любовь настала» В советское время исполнялась певицей Розой Рымбаевой Песня на эти стихи Как много лет во мне любовь спала Мне это слово ни о чем не говорила Любовь таилась в глубине Она ждала И вот проснулась И глаза свои открыла Теперь пою не я Любовь поет И эта песня в мире эхом отдается Любовь настала Так, как утро настает Она одна во мне И плачет, и смеется И вся планета Распахнулась для меня И эта радость Будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти От этого огня Не спрячешься Не скроешься Любовь тебя настигнет Как много лет во мне любовь спала Мне это слово ни о чем не говорила Любовь таилась в глубине Она ждала И вот проснулась И глаза свои открыла Следующее стихотворение Поэта Рождественского Тоже было положено на музыку И является очень популярной песней Стихотворение Эхо любви Покроется небо Пылинками звезд И выгнутся ветки Упругая Тебя я услышу За тысячу верст Мы эхо Мы долгое эхо Друг друга И мне до тебя Где бы ты не была Дотронуться сердцем Нетрудно Опять нас любовь За собой позвала Мы нежность Мы вечная нежность Друг друга И даже в краю Наползающей тьмы За гранью Смертельного круга Я знаю С тобой не расстанемся мы Мы память Мы звездная память Друг друга Стихотворение Снег Этой ночью Первый снег Летел в окно Этим утром Снег идти не перестал Так идет он Будто кто-то Озорно Как бутылку Вся крестности Взболтал И не знает снег Куда лететь ему Где найти ему Местечко Для жилья И забыл он Где земля Зачем земля Почему трава И зелень Почему То идет он Сверху вниз То снизу вверх Озабоченный Растерянный Чудной Я прекрасно Понимаю Первый снег Потому что Так же было И со мной Время встало А потом Пошло назад Все часы На свете Канули во тьму И забыл я Что сказать Зачем сказать Почему смеяться Плакать Почему Шла за осенью Весна Потом зима Позабыл я Все слова Все имена Позабыл я Даже то Как ты нужна Ты об этом Мне напомнила Сама Очень гордая Сама пришла Ко мне Равнодушие Обидное Стерпя На твоих Ресницах Тает Первый Снег Что б я Делал Если б Не было Тебя Стихотворение Чуда Так Полыхнуло С плеча Сполна Над Под ледяным Прудом Два Человека Он И она Были Виновны В том В доме Напротив Полночный Лифт Взвился До чердака Свет Был Таким Что Мельчайший Шрифт Читался Наверняка Так Полыхнуло Так Занялось Весной Ли Огнем Не понять И о потомстве Подумал Лось А заяц Решил Линять Землю Пробили Усики Трав И Просверлили Лучи Тотчас Об этом Чуде Узнав Заспешили С юга Грачи На лентах Сейсмографов Стала Видна Нервная Полоса Два Человека Он И Она Глядели Друг Другу В Глаза Реки Набухли Народ Бежал И Жмурился От Тепла Кто-то Кричал Пожар Пожар А Это Любовь Была Роберт Рождественский Автор Текстов Множества Всенародно Любимых Песен Для кино И Телефильмов Например Таких Как Огромное Небо Стань Таким Как Я Хочу Песни Неуловимых Мстителей Погоня Родина Моя Где-то Далеко Там За Облаками Ноктюрн Баллада О красках Любовь Настала Мгновение Эх Любви Позвони Мне Позвони И многих Многих Других 7 марта 1963 года Поэт Участвует Во встрече Хрущева С интеллигенцией И подвергается Разносу За стихотворение Да, мальчики Хрущев В бешенстве Закричал Товарищ Рождественский Пора вам Стать под Знамена Ваших Отцов Последовало Наказание О Рождественском Многие Старались Забыть Его Не издавали Не приглашали На встречи Затем Секретарю ЦК КПСС Капитонову Почему-то Не понравилось Стихотворение Утро В результате Роберт Вынужден Был вообще Уехать Из Москвы В Киргизию Подрабатывал Там Переводя Стихи Местных Поэтов На русский Язык Характер Стихотворение Наши 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 Общественные Жизни Ее Движения Возмужания Духовные Обретения И потери Постепенно Внешнее Преодоление Трудностей Весь Географический Антураж Молодежной Литературы Того Времени Сменяется Другим Настроением Поисками Внутренней Цельности Твердой Нравственности И гражданской Опоры Стихотворение Слушайтесь Вглядитесь Убивают Время Слушайтесь Вглядитесь Убивают Время Убивают Время Сообщай В одиночку Будто бы С друг Другом Соревнуясь Кто Скорее Убивают В полдень Убивают Ночью Убивают Время Нахально И молитвенно Убивают Время Стыдливо И истошно Убивают Прямо Перед окнами Милиции Что там Перед окнами За окнами Тоже Люди Спотыкаются Погоду Ругают На площадках Лестничных Толкутся Вдвоем Зазывают В гости Так и Предлагают Приходите Как-нибудь Вечерок Убьем Люди Суетятся Люди Верят В слухи Ссорятся Ждут Из Саратова Родных Убивают Время После Моют Руки Чтоб Не оставалось Крови На них Люди Убивают Время Отрешенно Пухлые Портфели Загадочно Несут Убивают Собственное Время И чужое И никто За это Не зовет Их в суд И никто Ни разу Не вручает Похоронных Мол Погибло Время Нужнейшее Зазря Падают Минуты Повзводно И поротно Начиная С самого Первого Января Мертвые Минуты Молчат Не обижаются Мертвые Минуты Выстраиваются В века Зачем Люди Плачут Чего Докторам Жалуются Что Мало Успели Сделать Что Жизнь Коротка Стихотворение Стыдливое С вашей кожей Как ни старается Ни один загар Не может справиться Потому что Кожа ваша нежная Профессионально Краснеющая Тихо от всего Отстраняетесь Совестно Прослыть Друг Настырными Вы ведь Не боитесь Вы Стесняетесь Вам ведь Не страшно Вам Стыдно Стыдно Защитить Слабого Мнение Иметь Совестно Стыдно Не хвалить Счастливого Неудобно С подлецом Ссориться Совестно Сказать Глупому Что он Глуп Что это Надолго Стыдно В драку Лезть Крупную А в мелкую Совсем Неудобно Бедные Как вы только Терпите Сколько В вас Святой Терпеливости Из стыдливости Плохого Вы не делаете И хорошего Тоже Из стыдливости Вы живете Вы Извиняетесь Улыбаетесь Печально И пустынно Нет Вы не боитесь Вы стесняетесь Вам ведь Не страшно Вам Стыдно Стихотворение Винтики Время В символах Разобраться Люди Винтики Люди Винтики Сам я Винтиком был Старался Был безропотным Еле видимым Мне всю жизнь За это Расплачиваться Мне себя Как пружину Раскручивать Верить Веку И с вами Раскланиваться Люди Винтики Люди Шурупчики Предначертаны Ваши шляхи Назначение Каждому Выдано И не шляпы На вас А шляпки Шляпки Винтиков Шляпки Винтиков Вы Изнашиваетесь Вы Ржавеете Исполняете Все Что вам Задано И в свою Исключительность Верьте Впрочем Это Не обязательно Все равно Обломают Отчаянных Все равно Вы должны Остаться Там Где Винтят В примусе В часиках В кране В крышке Унитаза Установлено Так Положено И не будем На эту тему Славься Винтичная Психология Царствую Лозунг Не наше Дело Пусть звучит Он Как Откровение Пусть Дороги Зовут Напрасно Я Не верю Хоть Жгите Не верю В Бессловесный Винтичный Разум Я Смирению Не завидую Но Эпоху Понять Пытаюсь Я Не верю Что Эти Винтики С Грозным Космосом Побратались Что Они Сидеют Над Формулами И Детей Пеленают Бережно Перед Чуткими Микрофонами Говорят С планетой Бешеной И Машины Ведут Удивительные И Влюбляются Безутешно Я Не верю Что Эти Винтики На плечах Нашу Землю Держат В 1966 Году Роберт Рождественский Первым Получил Премию Золотой Венец Стружских Вечеров Поэзии Международного Поэтического Фестиваля В городе Струга Македония В 1970 Годы Рождественский Был ведущим Шедший На центральном Телевидении Телепередачи Документальный Экран С 1976 Года Он Секретарь Союза Писателей СССР А в 1979 Году За поэму 210 Шагов Ему Была Присуждена Государственная Премия СССР Телепередачи СССР В 1980 СССР СССР Телепередачи 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 джин на непонятный мир, и решил он разводить крыжовник, ягоду, в которой витамин. С 1986 года Роберт Рождественский, председатель комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама, принимал непосредственное участие в деле о его реабилитации. Председатель комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой, добился открытия Дома-музея Цветаевой в Москве, председатель комиссии по литературному наследию Владимир Высоцкого, составитель первой, изданной в СССР, книги стихов Высоцкого «Нерв». Стихотворение «Над головой созвездия мигают». Над головой созвездия мигают, и руки сами тянутся к огню. Как страшно мне, что люди привыкают, открыв глаза, не удивляться дню, существовать, не убегать за сказкой, не уходить, как в монастырь, в стихи, ловить жар-птицу для жаркова с кашей, а золотую рыбку для ухи. Стихотворение «А природа опять» А природа опять, то предельно проста, то одета в цветастые перья, Удивляет меня не ее красота, удивляет ее терпение. И когда сквозь асфальт лепестков пятерня продирается после полночи, Я не радуюсь силе земли, для меня это прежде всего крик о помощи. Стихотворение «Лирическое отступление о школьных оценках» Из поэмы «210 шагов» с сокращениями Память за прошлое держится цепко, То пребывает, то убывает. В школе когда-то были оценки, Две успевает и не успевает. Мир из бетона, мир из железа, Аэродромный разбойничий рокот. Не успеваю довериться лесу, Птицу послушать, ветку потрогать, Разочаровываюсь, увлекаюсь, Липкий мотив про себя напеваю, Снова куда-то бегу задыхаясь. Не успевай, не успеваю, Время жалею, недели мусолю, С кем-то о чем-то бессмысленно спорю, Вижу все больше вечерние зори, Утренних зорь я почти что не помню. В душном вагоне, будто в горниле, В дом возвращаюсь, дверь открываю, Книги квартиру заполонили, Я прочитать их не успеваю. Снова ползу в бесконечную гору, Злюсь и от встречного ветра не имею, Надо б, наверное, жить по-другому, Но по-другому я не умею. Сильным бываю, слабым бываю, Школьного друга нежданно встречаю, Здравствуй, ну как ты? И не успеваю Вслушаться в то, что он мне отвечает. Снова меняю версты на мили, По телефону Москву взываю, Женщину, самую лучшую в мире, Сделать счастливой не успеваю. Отодвигаю и планы, и сроки, Слушаю притчи от долготерпения, А написать свои главные строки Не успеваю И вряд ли успею. В начале 1990 года Роберт Иванович тяжело заболел. Врачи поставили диагноз Рак головного мозга. В результате успешной операции, Сделанной во Франции, Поэт прожил еще более четырех лет, Продолжая творить. Роберт Иванович Рождественский Покинул явный мир 19 августа 1994 года. Непосредственной причиной смерти Стал инфаркт. Тело поэта похоронено На Переделкинском кладбище. В завершении передачи О творчестве Роберта Рождественского Прозвучит стихотворение «Не надо печалиться». Калышется дождь густой пеленой, Стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня любовь прошла стороной, А завтра, а завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, Вся жизнь впереди, Вся жизнь впереди, Надейся и жди. Тропинка в лесу запахла весной, Земля разомлела от солнечных дней. Сегодня мечта прошла стороной, А завтра, а завтра ты встретишься с ней. Как в поле роса, Как в небе звезда, Как в море бескрайним веселый прибой, Пусть будет с тобой, С тобой навсегда, Большая мечта И большая любовь. Не надо печалиться, Вся жизнь впереди, Вся жизнь впереди, Надейся и жди. Роберт Рождественский Выбрал наиболее трудный для поэта путь, Путь лирической публицистики. В его стихах советское время Открыто заявило о себе, Как часть исторического. Кровные связи настоящего С прошлым и будущим Здесь не просто ощущаются, А растворяясь в самой атмосфере произведения, Они называются, подчеркиваются, На них ставится ударение. Поэт стремился вызвать в читателях и слушателях Прежде всего эмоциональный отклик, Душевное доверие и участие. Он ничего не скрывает от них, Он свой. Простые истины, Утверждаемые его поэзией, Добро, совесть, любовь, Патриотизм, Верность гражданскому долгу, Приходят к читателям в оболочке прямого слова, Открытой проповеди, Которая действительно отсылает, Наше сознание к периоду собственного детства, Когда все мы были в известном смысле Более свободны, простодушны и благородны. Читайте стихи поэта, Делитесь ими с друзьями, С родичами и знакомыми, Со всеми. Вы слушали передачу Страницы родной поэзии. С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, Быть добру! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok